Он всего год на президентском посту Индии. Пронап Кумар Мукерджи, первое кресло страны, воспринимает как логичное продолжение своей политической карьеры. Политик с огромным стажем, он занимал разные министерские должности и начинал восхождение под руководством легендарной Индиры Ганди. Именно она помогла ему на парламентских выборах в 1969 году. Президент Индии пригласил журналистов для интервью в Дели, откуда он сразу после съемок собирался в Брюссель для участия в программе по расширению знаний европейцев о культуре и традициях Индии. Господин президент, огромное спасибо, что пригласили нас к себе. Итак, мы начинаем с вами глобальный разговор. Так называется наша передача, которая, надеюсь, поможет зрителям больше узнать о современной Индии с первых уст. Вы едете в Европу. Не секрет, что Евросоюз и Индия переживают сегодня серьезные экономические трудности. И если о природе европейского кризиса всем хорошо известно, то происходящее в Индии для многих тайна за семью печатями. Ведь Индии прочли роль одного из экономических столпов в новом глобальном мире. Что же случилось? Давайте я расскажу вам, как сам вижу ситуацию. Первый виток кризиса в 2008 году я наблюдал в момент, когда готовился возглавить Министерство финансов страны. Ставь министром, я взял на себя основной удар и двойную ответственность. Тогда ВВП страны рос очень уверенно. 9 с лишним процентов. Когда я, став министром, стал проводить проверки, то заметил, что каждые две недели наблюдается замедление роста ВВП. Это был тревожный симптом. Мы даже не сразу осознали всю глубину кризиса. А когда опомнились, то поспешили внедрять разные стимуляционные меры, как это делают и другие страны. Если честно, мы так и не оправились от этого удара. Мы так и не устранили всех проблем. Отмечу, что нынешний кризис и у нас, и в Европе имеет общие корни. Мы берем кредитов больше, чем можем обслужить. Вырваться из этого круга можно, лишь встав на путь радикальных реформ. И я жму руку тем политикам в Европе, которые решились на это. А Индия на этот путь не встанет? Она уже идет по нему. Но говорят, вам нужны более глубокие реформы? Да, я об этом как раз и хотел сказать. Мы должны понимать, о каких масштабах идет речь, о каком населении. Помните, что страна наша развивается очень неравномерно. В большинстве западных государств производственный сектор сегодня хорошо развит и тянет экономику вперед. Это не наш случай. Я должен обеспечить едой миллиард двести миллионов человек. А значит, ставку следует делать на сельское хозяйство, на развитие сельской Индии. Замечу, однако, что сегодня, когда мир становится все интегрирование, когда экономика действительно становится глобальной, это уже не мечта, а реальность, мы не можем развиваться в отрыве от мирового сообщества. Мы должны учитывать, что происходит у них, а они, что происходит у нас. Так, поговорим о сотрудничестве. ЕС и Индия, стратегические партнеры из 2007 года, стороны ведут диалог о соглашении о свободной торговле и инвестициях. Если документ будет доработан, эффект от его вступления в силу почувствует почти два миллиарда человек. Как ускорить его внедрение в жизнь? Что нужно сделать? Сегодня я в качестве президента не могу напрямую влиять на работу в этом направлении. Это министерский уровень. И я лишь могу посоветовать министрам моего кабинета поставить точку в долгих многоэтапных переговорах, довести таки дело до конца. Я пристально наблюдаю за этими переговорами. Когда я руководил министерством финансов, мы закрыли многие главы этого досье. Разногласия остались, но их немного и дело можно, и нужно довести до конца. Разногласия и барьеры в их числе, наверное, и знаменитая индийская бюрократия? Вы знаете, по некоторым вопросам мы принципиально расходимся во взглядах с нашими партнерами, то есть мы исходим из разных концепций. Я не буду сейчас углубляться в детали, скажу лишь, что нужно сделать все возможное, чтобы соглашение наконец заработало, и как можно скорее. Вы едете в Европу для участия в культурном фестивале, который призван познакомить Старый Свет с искусством и традициями Вашей страны? Индия – древнейшая цивилизация. Как демократическая республика, мы относительно молоды, но наша история бездонна. Возьмем цивилизацию долины Инда? Основное отличие нашего культурного наследия – многогранность, плюрализм. И именно это мы показываем на фестивале в Европе. В последнее время мы много слышали о другом. Я имею в виду насилие в отношении женщин в Индии. На Ваш взгляд, международные СМИ объективно отражают ситуацию, или же дела обстоят иначе? Конечно, в нашей стране имели место события, которые потрясали и потрясают, которые я призываю не забывать. Я имею в виду случившееся в декабре прошлого года. Я много раз взывал и взываю к национальной совести. Что касается освещения в СМИ, вы знаете, многие девушки в моей стране, особенно деревенские жительницы, стеснялись говорить о фактах насилия. И то, что к проблеме проявили интерес журналисты, на самом деле очень позитивный факт. С другой стороны, концентрация негативных материалов дает деформированное представление об Индии. Хочу обратить внимание, что центральной концепцией наших реформ в Индии является эмансипация, выведение из тени слабейших женщин в том числе. Мы уже начали этот процесс и начали его с избрания женщин в местные органы власти. Сегодня у нас в стране свыше миллиона представительниц, работающих в мэриях, комитетах на местах. Когда женщинам предоставляют больше возможностей для реализации, то и мужчины начинают подтягиваться, не так ли? Да, и как раз это нам и нужно. Нам нужно поднять общий уровень образованности в обществе, нам нужно, чтобы общество перестало распадаться на части, чтобы в нем был консенсус. Вот почему я призываю своих сограждан к реформе морали, а не только к реформе экономики. После десятилетия затишенной демаркационной линии, линии контроля между Пакистаном и Индией, вновь очень неспокойно об этом пишут газеты. Вы думаете застать время, когда в регионе воцарится настоящий мир? В 1971 году, когда Индира Ганди была премьером Индии, а Али Бхутта занимал пост главы правительства Пакистана, Индия обязалась соблюдать так называемое соглашение Симлы. И вот в соответствии с этим документом, Индия тогда обязалась отвезти вооруженные силы от границы. В нашей внешней политике мы не преследуем никаких территориальных амбиций. Мы не собираемся экспортировать нашу идеологию, куда бы то ни было, навязывать и навязываться. В бытность министром иностранных дел я часто говорил, я могу поменять друзей, если мне захочется, но не в силах изменить соседей. Так что да, я обязан принимать соседние страны такими, какие они есть. И мне решать, жить ли с ними в мире или идти на конфронтацию. Наш путь – это путь мира. Но и при самом мирном настрое нельзя идти на шаги, грозящие территориальной целостности государства. Это недопустимо. Второй важный момент – терроризм. Любую деятельность в этом направлении необходимо сдерживать, и мы никогда не согласимся с государственным терроризмом. Да, Индия говорит о государственном терроризме, но Пакистан утверждает, что не поддерживает террор. Возможно. Но в то же время эти люди, которых, пользуясь терминологией официального Пакистана, государство не поддерживает, так вот, эти люди ведь не с неба падают. Они приходят с территорий, которые контролируют государство. Следующей весной в Индии выборы. Знаю, что вы в качестве президента о конкретных партиях говорить не вправе. Обрисуйте нам тогда основные темы, которые будут обсуждаться во время избирательной кампании. Итак, это экономическое развитие, рост, соблюдение правопорядка, внутренняя безопасность, отражение внешних угроз. Избиратели знают, какая ответственность возложена на них во время выборов. Я верю, что они осознанно и вдумчиво подойдут к этой миссии. По-вашему, люди ждут харизматичного политика, чтобы проголосовать за него? Харизматичность проявляется в деле, в способности набрать голоса, повести за собой. При подготовке к интервью мы обращались к вопросам, которые вам хотели бы задать молодые, наши зрители. Знакомьтесь, Танмай Кумар, молодой экономист из Дели. Его интересует, изменилась ли на вашем веку в Индии политическая закулиса. Каждые новые выборы в Индии – это новые политики, новые приоритеты. Наше общество растет и развивается, и это находит отражение в политике, безусловно. У вас за плечами долгая и яркая карьера. Вы оставались в политике со времен Ганди. По-вашему, если бы отцы-основатели современной Индии – Ганди, Нейру – увидели страну сегодня, они были бы довольны? Уверен, что да. Потому что сегодня Индия независима, а раньше она не стояла самостоятельно на ногах. Когда мы только-только обретали независимость, наше производство было слабым, а сегодня в некоторых областях мы вполне конкурентоспособны. В середине прошлого века лишь каждый третий житель страны был грамотен. Сегодня таких – три из четырех. Так что да, нам есть чем гордиться и что предъявить. К тому же мы не собираемся останавливаться на достигнутом и идем вперед. О чем вы сожалеете? Ни о чем. Что мешает вам спокойно спать? Я бы хотел, чтобы Индия заняла достойное место на международной арене, чтобы она встала плечом к плечу с государствами с сильной экономикой, благополучным населением, чтобы соблюдались права человека. Сделать это наша задача, и она обществу по силам. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...